Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Огромная благодарность за то, что вы нашли возможность поговорить. Я представлюсь, Сергей Никитенко – это редактор сайта «Мост», очень известного в Херсоне сайта и гражданский деятель из Херсона, друг, к сожалению, убитой Екатерины Гондюк, которую знает вся страна. Еще раз здравствуйте! Прекрасно, что мы с вами разговариваем в такой день, когда накануне стало известно, что все-таки русские фашисты покидают Херсон. Но это было, с одной стороны, не миномо, а с другой стороны, могло произойти позже. Первый вопрос – как вы воодушевлены ли этой информацией, и когда вы надеетесь вернуться в Херсон? Ну, с одной стороны, я воодушевлен, да, можно сказать, а с другой стороны, знаете, есть все равно такая, ну, недоверие к русским, да, им доверять нельзя, и это неправильно. И есть все-таки какая-то вот у меня, ну, такая тревога по поводу того, что это может быть ловушкой для наших солдат. Ну, я понимаю, что я не самый умный, и военная команда не понимает, да, и все риски, поэтому мне тут тяжело судить, да, но я смотрю со стороны, и ситуация такая очень неоднозначная. С одной стороны, она радостная, да, мы, скорее всего, скоро вернемся домой, да. Не все, конечно, я думаю, будет, Херсон будет, россияне обстрелят, как они это делают сейчас с освобожденными громадами правобережной Херсонщины. Буквально сегодня было обстреляно село, вчера обстреливали Новоалександровскую громаду, ее обстрелят каждый день. Я вот сегодня не знаю, я не увидел сообщения об обстреле Новоалександровской громады, но, скорее всего, обстрелят через Каховскую водохранилище, стреляют из градов кассетными снарядами по селам, где нет вообще военных. Я был в этих селах в начале октября, но они на тот момент уже были освобождены, там несколько недель, там нет никаких военных, там живут мирные люди, их немного, они живут без света, газа, но их все равно обстреливают россияне. Без смысла, вообще без всякого. Точно так же я был на прошлой неделе, мы были в Великой Александровке, это бывший районный центр, большой такой поселок в тылу, в глубоком уже тылу Украины. И буквально позавчера узнал о том, что его опять обстреляли, при том, что тоже я не видел там вообще ни одного военного, ни одной единицы бронетехники, военной техники, ничего этого не было. Но россияне продолжат обстреливать, я думаю, что Херсон, который они почему-то назвали в своей конституции частью России, они будут точно так же обстреливать, убивая мирных людей. А что сейчас происходит в Херсоне, может быть, вы знаете, у вас же наверняка там есть знакомые, много людей депортированы были. Кстати, как вы оцениваете эту депортацию? Она была же все-таки принудительной в определенном смысле, или может быть в полном смысле. И как люди там выживают? Там же нет света, насколько я знаю, несколько дней уже. Во-первых, я сейчас вам буду лукавить, если скажу, что я знаю, что происходит вот сегодня. Вчера мы общались с нашими людьми там, в Херсоне. Неожиданно появился интернет, причем проводной интернет. Люди звонили, рассказывали, наши читатели звонили, наши друзья звонили, рассказывали, что происходит. Но уже ночью Россия, скорее всего, вырубили этот интернет, вырубили мобильную связь, либо полностью свет. Мы не знаем, что там происходит. Не знаем, что происходит прямо сейчас, потому что Херсон опять отрезан от всего мира. Но вчера я общался со знакомыми, они рассказывали о том, что россияне были вчера в городе. У моего знакомого вчера пытались отжать машину. Люди, похожие на дезертиров, но они были в полувоенной форме, с автоматами. Людей в Херсоне много. Несмотря на то, что рассказывают вот эти все истории о том, что Херсон пустой, он не пустой. Он пустой только частично по времени. С двух часов дня до утра он пустой. Действительно, люди не выходят на улицу. Все остальное время люди есть, их очень много. Я сегодня общался с друзьями из международных организаций. Они пытаются понять, сколько людей в Херсоне, им помощь нужна. Мы так сошлись, что, скорее всего, где-то в районе 100 тысяч человек в Херсоне минимум есть. И это все заложники Путина. Фактически люди, которые сейчас заложники. Заложники потому, что мы еще ожидаем какую-то подлость от Путина. Помните эти слухи про грязную бомбу и про взрыв Каховской ГЭС? Мы об этом сейчас говорим? Имеется в виду это? Да, мы можем обсуждать многие вот этих бредни. Обычно все эти бредни пропагандистские ничем не заканчиваются. Но мы же понимаем, что россияне готовы на любую подлость. Им ничего не стоит, понимая. Я думаю, что это будет не сейчас. Та же взрыв Каховской ГЭС. Но если им придется отходить куда-нибудь в Крым, они же понимают, что мы им перекроем опять воду. И им ничего не стоит будет взрывать ГЭС и затопить десятки населенных пунктов. И подтопить частично Херсон. Ну, наверное, чисто технически это будет сложно здесь. Потому что это сооружение непустяшное. Его-то, насколько я помню, пытались несколько раз или взрывали во Вторую мировую. Это было не... Не-не, ее не существовало. А, это Днепровец был. Это Днепровец, я путаю, да. Но, наверное, Каховская ГЭС это тоже серьезное сооружение, которое... Давайте еще хочу расспросить вас о Стримаусове, хорошо вам знакомом человеке, который заслуживает внимания, потому что он сделал небывалую кольеру, конечно, стал замом главы обл. администрации. И о Санде тоже интересно было поговорить. Вот Стримаусов. Вчера появилась информация одновременно, значит, что он убит, точнее попал в ДТП. Но мы помним, что и Сальдо уже хоронили, да. Объявляли, что Сальдо отравлено, потом Сальдо живой оказался. Может ли и здесь быть такая ситуация? Что вообще вы думаете по поводу информации о гибели Стримаусова? Ну, такая ситуация странная, да. С одной стороны, мы... Ну, я понимаю прекрасно, что русским инсценировать его смерть, ну, практически незачем, да. Ну, это не та личность, которой нужно было бы зачем-то от нас скрывать, да. А вот заставить его замолчать они вполне могли, потому что, ну, Кирилл Стримаусов знал много, да. Не так много, как рассказывал, да, или там показывал свою обизнанность, но знал достаточно о вот этой областной власти, так называемой, в кавычках, да. У него были конфликты. Мы знаем точно, что у него был конфликт с Катериной Губаревой, которая тоже была замом Сальдо. И которая тоже, кстати, недели две назад была информация, что она попала в ДТП и погибла, и она пропала. Кроме как телеграмма канала ее, больше о ней никакой информации нет. Там появляются записи, но нет ни фото ее, ни видео. А теперь, ну, вчера происходит эта ситуация, и нам рассказывают, что Стримаусов мертв, хотя тело никто не видел. Машина очень странно повреждена. Там нет машины, которая врезалась якобы, или подрезала. Ну, очень странная, очень максимально странная история. Я бы не спешил, скажем так, радоваться. Возможно, это какая-то очередная подстава от россиян. А можно чуть подробнее о Стримаусове? Мы уже об этом говорили, но я думаю, что тема все равно всем очень интересная. Вот об этом человеке, когда вы о нем узнали, вот его весь этот путь, путь жизненный. Вас-то он точно не удивил. Вы это предсказывали, вы знали, что так произойдет. Вот в целом, могли бы вы рассказать о Стримаусове, как он возник? Ну, честно говоря, вы меня остановите в какой-то момент, когда вы... Потому что это будет очень долго. Нет, я просто знаю, что он из Горловки, то есть он не херсонец. Он не из Горловки, он из какого-то села в районе Горловки. Когда, при каких обстоятельствах он появился в Херсоне, и вообще вот его карьеру. Я только потом поняла, что этот человек не сразу поняла, что этот человек был приближен к Сальду, он участвовал в рейдерских захватах, и рядом Сальда стоял. То есть он еще до полномасштабного вторжения сумел приблизиться к будущему главному Горловку. Вот тут бы я не говорил об этом. Вот про Сальду отдельно расскажем. Появился он публично в Херсоне в 2009 году. Один из бизнесменов херсонских открыл первый, один из первых в Херсоне коммерческих интернет-сайтов, ну, новостных, медиа. И он там появился. О нем было известно немного, в принципе, о том, что он из Геническа. В Геническе пытался там раскачивать какие-то истории, был там рыбинспектором. Он участвовал в помаранчевой революции в 2004 году. И на волне революции втерся к дверях Стритовичу. Может, помните, был такой политик. И по квоте этого Стритовича, партия ХДС была такая, они входили в нашу Украину. По квоте Стритовича его назначили куда-то в рыбинспекцию в киевские, ну, в руководство. Он там то ли проворовался, то ли не знают подробности, его оттуда выгнали с позорами. Он приехал в Херсон свободным журналистом. Тут немножко скандалил, вел себя очень странно. Я с ним познакомился году в 2009 или 2010. И мне сразу показалось, что человек немножко не в себе психически. Ну и после этого он начал втираться в каждую, как бы, какую-то движуху. То он там защищал министра табачника. Потом он боролся там за экологию. Потом через какое-то время он начал бороться за права людей там, да, там территориальной общины. Потом резко перестал есть мясо и стал каким-то родновером. Потом появился он с пророссийскими там вот этими кобовцами со всеми остальными. Ну и уже где-то году в 2013 перед Майданом стало понятно, что он завербованный россиянами. Он нес всю эту медведчуковскую чушь про громады, про право народу, право на владу. Вот эта вот чепуха, которую распространяли Римма Белоцерковская, Валентина Семенюк-Сансоненко, все люди, которые там так или иначе зависели от медведчука, вот эту всю эту историю он тоже нес. Понятно, он очень мастерски один из первых начал использовать существующие документы. Тот же статут города, да. И на основе этого статута он там пытался качать права. В тот же момент он был и коммерчески успешным активистом, он просто брал деньги у застройщиков. Еще была история, это мы только начали, год был сайту, и мы освещали шумиху вокруг попытки застроить двор дома жилого. Там детская площадка, и там делки собирались застроить, построить дом. Так вот, Стримаусов приходил к этим людям, рассказывал, что он им поможет, какой он правдоруб, поднимал плачок вверх, кричал там, мы едины, мы непобедимы. А потом собрался всех жителей подписи за то, чтобы не строить у них во дворе дома другой дом, подменил первую страницу в этих подписях, и продал их застройщику, как разрешение от жителей построить дом у них во дворе. Например, была и такая история. Ну и в принципе во время Майдана он очень активно скажем так вскрылся. Когда антимайдан Херсонский провалился, то во время одного из протестов, Херсонский Майдан маленький, все друг друга знали, и туда пришли люди с русскими флагами, белорусскими флагами, и начали фотографироваться на фоне протестующих. Их привел стримаусов, а дед он был как бомж, реально тогда у него были тяжелые проблемы были у него с деньгами, я так понимаю, дед был как бомж, вел себя просто неадекватно, и вот это снимало эти все видео. Я не знаю, появились ли они где-то потом в русских СМИ, я этого не отследил. Но после этого вскрытия у нас сохранилось видео, это единственное видео до 24 февраля 22 года, где стримаусов держит в руках триколор. То есть единственное видео, он никогда не разговаривал, что он пророссийский, он всегда как бы съезжал с этой темы, несмотря там ни на что. И потом он пропал после Майдана, вот когда началась русская весна, вот эти два дня в Херсоне, когда было 1-2 марта, он еще появлялся среди вот этих руссковеснян, а потом, когда майдановцы наших банально побили, выгнали пинками, стримусов пропал. Пропал и не было его, наверное, но год, честно. Он всплыл, если я не ошибаюсь, в 15-м году перед местными выборами. До этого его вообще не было слышно. Он всплыл, у него появилась яхта неожиданно, то ли в аренде, ну такая яхта спортивная, не яхта там моторная, а яхта парусная. Он там что-то на этой яхте где-то там кого-то возил туристов в Железном порту, его штрафовали, я видел штрафы в реестре. То есть, он пользовался ей, где он взял ее, непонятно. До этого он выглядел реально как бомж. Ну и в 15-м году он активно вошел уже в херсонскую политику, активно начал работать на местных полицейских, на местных СБУшников, брал у них заказы, я так понимаю, на выполнение каких-то политических расправ над неугодными. Ну, грубо говоря, кошмарил там мэров, депутатов, бизнесменов, которые не хотели там делиться с полицией. Ну, понятное дело, я себе что-то зарабатывал, неплохо зарабатывал, купил машину, начал выглядеть хоть чуть-чуть человек. Но было очевидно, что он явно работает на Россию, продвигал не прямо он говорил, что я люблю Россию, а продвигал вот эти такие нарративы очень мягкие, но в то же время ватные. И о том, что депутаты нелегитимны, мэры нелегитимны, президенты тоже, а вот он и есть власть, он народ, есть там шестая статья Конституции, я вот есть. Я такой, пятая, извините, статья Конституции, я такой вот, я и есть власть. И в какой-то момент его понесло, где-то в 18-м году его настолько понесло, что он мог себе позволить, например, напасть на конвой крымского СБУ и отбивать у них депутата предателя крымского, которого задержали и везли в суд. Он мог стрелять в людей, но это много описано, мы это все описано, как бы только слепой этого не видел. Он водил за собой толпы каких-то людей, каких-то недовольных, он заставлен, он кошмарил целое учебное заведение, ту же мореходку, активно на этом зарабатывал. Он неплохо, кстати, если ему платили и русские, и полиция, и он еще зарабатывал на вот этом своем коммерческом активизме, то я думаю, он был обеспеченным человеком. Ну и в принципе, в принципе, уже начиная где-то с 20-го года, он особо уже не скрывал, потому что он работает на русских, особо, он ездил в Крым уже в открытую, до этого очень он стеснялся, в 14-м году уже началась война, в декабре он ездил в Россию, у нас есть, наши источники нам давали, а, не наши источники, в деле о нападении на Катю есть материалы, ну, запросы о Стримаусе в том числе, и там есть эти перелеты, его переезды, выезды за границу, он ездил в Россию, в Беларусь очень часто. В 20-м году, например, он съездил в Китай на какой-то съезд блогеров, но всем было очевидно, что какой-то в Китае съезд блогеров, явно он ездил встречаться со своим резидентом туда, возил туда уже покойного тоже блогера Валерия Кулешова. Надо сказать, что вокруг Стримаусова постоянно была вот такая тусовка на полуватных или ватных дурачков. Знаете, он их, как правило, использовал в своих целях и как-то они уходили, да, но их было всегда очень много. Он все-таки был харизматичным таким, ну, как все, знаете, немножко психически больные люди, он пользовался таким, даром убеждать. Вот мне так казалось. Ну, когда, ну, в феврале, в феврале он затих, кстати, в первые дни войны он затих и залег на дно. Видать, он боялся, что пока русские не войдут, что его наши грохнут. И я удивляюсь, почему это не случилось. Ну, это не разбериха, было немножко не до него. Он был в Херсоне, вернее, в 20, ну, 24-го он был не в Херсоне, а за городом, как я понимаю, и приехал где-то вот уже когда бои закончились за Антоновским он приехал в Херсон. Он был в Херсоне, ходил исключительно вечером, снимал видео, что вот я в Херсоне, приходите меня, кто хочет там меня наказать, приходите. Прятался, пока не вошли россияне. Россияне вошли, он стал очень смелым, стал вызывать всех на дуэль, всех подряд. Приходите там на такой-то, к такому-то магазину я вас жду. Ну, понятно, он это говорил патриотически, но настроенно гражданам, хотели они их в первую очередь их сцапать. Понятно, что никто не пошел на эту историю. И через две недели буквально он уже всплыл как один из лидеров вот этого пророссийской, как она называлась, я уже забыл, республика антикризисная какая-то у них была движуха «За мир», что это такое. Они создали этот, туда вошел Сальдо, Черевко, Солученко, все вот эти, короче, ватные черти, про которых все мы, в которых не только ленивый не тыкал пальцем, он не говорил, что это ватные черти. Все они создали этот орган, он там что-то делал, какие-то движения были, но в то же время вы же знаете, Херсон жил там, был свой мэр, который договорился с русскими, и Херсон жил отдельно, вот эта вся ватная грядка отдельно, и это два месяца почти длилось. Два месяца он бегал, кричал на своих видео, что Колыхаеву капец, но понятное дело, что Колыхаеву не был капец, потому что он договаривался с руководством Стремаусова, и только в конце апреля они создали вот эту военно-гражданскую так называемую администрацию, которую возглавил Сальдо, Стремаусов стал его Замом. Ну и в принципе вот так вот он взлетел на Олимп, с которого вчера... А вас не удивило, в принципе, это вот единственный регион, где в медийной плоскости был известен Зам. Обычно у русских фашистов Гауляйтер только один известен, и все, а тут Зам такая яркая профессора. Не хватило русским одного Сальдо, и почему-то как-то вывели на орбиту Стремаусова. И второе я хочу спросить, а не было ли, я помню, после убийства Кати, покушение даже, она еще была жива, он был среди подозреваемых, и по-моему, она на него указывала. Как вы думаете, нет ли какой-то связи действительно роли Стремаусова в ее убийстве? Она на него не указывала, он там был, его туда вели сами правоохранители, они его там проверяли, ну, очень наигранно проверяли, судя по материалам дела, они уже есть опубликованы материалы дела, их может любой посмотреть, и там видно, что, ну, ни о чем. Касаемо замов, ну, это не так, у Сальдо было много замов, не все они были прям медийные, но все известные люди. Сначала у него был Блюк тот же, который... Вы имеете в виду после 24 февраля? Да, да, их всех показали, их очень много было. Потом туда привезли эту Губареву из Донецка. Жену народного губернатора Губарева. Жену Пашки народного губернатора. Не все знают, да, не все знают. А, ну, вот Губареву привезли, потом туда даже привезли ФСБшника Катериничева, который настолько уже Сальдо не справлялся с своей работой, ему назначили ФСБшника настоящего. И его вот в сентябре прилетела ракета, и Катериничев скончался, от полученных ран в Херсона. Ну, а в принципе все они были более-менее публичны. Вы знаете, вот особо, мне даже кажется, что русским было выгодно их всех показать, они не хотели. Тот же Булюк, например, на видео, где его представляют, вообще спрятался. Там есть видео, где он сидит в уголочке, и видно там только кончик его носа. Ну, или там один вообще заместитель гауляйтера Херсона, не области, а Херсона, такой себе Сергей Рыбачок, он вообще себе взял псевдоним, он назывался Ушинским. Все-то знали, что Ушинский это Рыбачок, но вот он так прятался. Но русские, мне кажется, наоборот, очень хотели ну, как бы зашкварить всех этих людей, сделать их публичными, ну, а значит, зависимыми, так уж Тремаусов сам лез в экран везде, махал флагом, говорил, обратите мне внимание. Ну, поэтому он им был выгоден, он был выгоден, потому что, ну, говорящая голова была выгодна очень русским. Что вы имеете ввиду, когда говорите, он много мог знать, то есть, есть все-таки такая вероятность, что его могли убрать русские кураторы, я так понимаю, или нет? Я не знаю, насколько русские кураторы, может, это какая-то местная вообще движуха, знаете, мне кажется, что это все-таки какие-то могут быть даже разборки среди всей этой братьи, ведь всего мало, а их всех много, да, сейчас их вообще вывезли в сельские районы, где они там будут, я не знаю, если в Херсоне можно было хоть что-то украсть, то там вообще нечего. Возможно, про то, что он мог знать, ну, он мог знать все подковерные все вот эти дела, знаете, он, ну, во-первых, начнем с того, что Стримаусов, один из немногих знал, кто есть, кто в Херсонском СБУ, кто предатель, вот начнем с этого, я бы начинал вообще с этого, об этом часто забывают, но ведь он-то знает, с кем он сотрудничал, кто его покрывал, и если бы, не дай бог, он об этом сказал, ну, был большой скандал. Возможно, в принципе, это работа и этих людей из СБУ, которые его убрали, оборотни из СБУ, не тех избушников, которые защищают национальные интересы. Да, 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 бизнесменов. Да, 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 вот об этом мы сейчас подробнее поговорим, но пока, раз вы сами вспомнили про грабеж, чтобы не забыть, я хочу спросить, насколько большой объем это явление приобрело. Мы видели видео, как детский паровозик вывозят, было видео, как ограбили кабинет руководителя первого лица области, вот есть информация, что отжимают автомобили, вы тоже об этом вспомните, грабят квартиры, вообще, что сейчас происходит вообще? Может быть, они заводы тоже вывозят? Просто у нас в Донецке такое было. Да, информация есть, но она такая, знаете, очень скрытая. Я знаю о том, что один частный завод вывезли, туда вывезли дорогое оборудование. Мы знаем о том, что пив завод частный небольшой захватили россияне и, скорее всего, вывезли его. Тяжело сказать, кто это делал. Я думаю, это делали не военные, а делали какие-то делки местные, которые там же всплыл, может, помните, такой был помощник Кивы, Чередниченко, но это больше, наверное, знают люди из Полтавы. Это полтавский жулик, типа нашего Стремоусова, но такого, пошиба не меньше. Он матерый жулик, это друг Кивы, он всплыл в Херсоне еще там в апреле, и в Херсоне занимался коммунальным имуществом. То есть, все, что плохо лежит, он пытался как бы утащить. Я думаю, что он скоммунизил большинство как раз для ФСБшников. Понятно, что он работал не сам, что им кто-то руководил. Этого мы, конечно, пока не узнаем, но когда-то, я думаю, узнаем. По грабежу, конечно, из домов у людей часть вытащили какого-то стиралок банальных, да. Мы писали материал о том, как в одном из ресторанов такого шикарных украли театральный занавес, какой-то безумно дорогой. Кто-то знал, что это стоящая вещь. Да я бы, например, зайдя в ресторан, никогда бы не подумал, что надо украсть занавес, да. Ну, как бы, кто-то знал. Посуду украли, всю бытовую технику и классические три унитаза, то есть россияне или кто-то, я не знаю, украли из ресторана даже унитазы. Поэтому, ну, тянут все. А какова роль Кивы? Вы не знаете, вот смотрите, Кива незадолго до полномасштабного вторжения становится лидером партии и его херсонским представителем становится стримаусов. Не могло ли уже тогда быть, ведь теперь мы понимаем, Кива находится в Москве, теперь он один из замок ярких предателей Родины, хотя когда-то изображалась и правосекой, там патриота. Ну вот, какова роль Кивы и есть ли она в событиях как у него попал стримаусов? вы же вспомните, кто был покровителем Кивы. Это же Аваков, это милицейская система, и Кива служил в полиции, и в этот момент приблизительно стримаусов и появился как местный Кива у наших полицейских. Это была система, которую строил Аваков посращивание криминала, ватного вот этого всего кодла, правоохранителей. То есть, Аваков строил ну что-то такое, знаете, какую-то такую уродливую конструкцию, на которую хотел нарастить мышцы вот этого русского мира, ну каких-то бандитов, вот это все. Мне кажется, ну ему было это очень выгодно, и я до конца не понимаю, почему он это не использовал, хотя построил. Тут уже вопросы не ко мне. Да. И давайте поговорим немножко больше о предателях. Вот вы рассказывали прошлое наше интервью, оно многим понравилось, было интересным. Игорь Садохин, если не ошибаюсь, это человек, который карту минных полей, если не ошибаюсь, продал там за небольшую сумму, как вы говорите. А потом всплыл еще один человек, Олег Кулинич, глава СБУ Автономной Республики Крым, которого задержали в Херсоне. Вот что-то об этих людях, вообще о роли СБУ могли бы вы рассказать? Ну, Кулинича задержали не в Херсоне, а задержали его в Киеве. Его Зеленский уволил 2 марта. Очень как-то ну не то что кулуарно, наверное, нам всем было не до того. В этот момент Херсон захватили, мы все были под этим впечатлением, как-то пропустили этот момент. О том, что Кулинича уволили. Я помню его назначения. Это было октябрь, конец октября 20-го года, как раз местные выборы закончились только, наверное, начало ноября даже. Закончились местные выборы, вот такая вот какая-то была еще возня. Я помню назначение, я просто сидел и в шоке. Я вспоминал этого Кулинича, а мы же все помнили, что это Деркачи, вот эти все, ну, он чистый человек Деркача, Деркача, его в открытую американское правительство называло русским агентом. Поэтому назначать начальником СБУ в Крыму, да, не где-то там, я не знаю, там, на Закарпатте, да, в Крыму, где фактически, ну, национальная безопасность, единственный вопрос, которым они должны заниматься, назначать человека Деркача, но это был шок. Есть много версий, почему так случилось. Наша версия, ну, как бы, и мы ее проговаривали и с религиознавцем в том числе, о том, что Кулинич имел большое влияние на Ивана Баканова. Они были прихожанами одной секты. Это такая деструктивная пророссийская секта АЛЛАТРА. Может, вы слышали о ней? Я не просто слышала, расследование о ней делала. Вот. Я не знала, что Баканов тоже адепт АЛЛАТРы. А Баканова называли одним из преданных адептов АЛЛАТРы. Вы, может, знаете, что вся верхушка правоохранительных органов Украины была связана с АЛЛАТРой. Это считалось... Ну, это какая-то такая попытка попытка создать что-то типа, ну, если не масонского ордена, но какой-то тайной организации. И вот Кулинич... Я об АЛЛАТРе знаю столько, что могу часами говорить. Я в шоке. А вот я искал как раз человека, кто знает об АЛЛАТРе и не нашел, честно говоря. Поговорим потом, да, в другой раз. И вот этот Кулинич, как нам рассказали источники в СБУ, да, он по своему сану в этой АЛЛАТРе был выше Баканова. То-то Баканов был его начальником непосредственным, но Кулинич в духовном сане каком-то был выше. И считалось, что Кулинич таким образом имел влияние на Баканова. И это, ну, и это в принципе свое влияние никто не отрицает. Но через религию или это, либо по какой-то другой причине тяжело сказать. А можно чуть-чуть назад вернуться, чтобы не забыть, вы сразу сказали, что Кулинич человек-деркача. Можно эту мысль поподробнее? Почему видно, что он человек-деркача и как они связаны? А по его назначениям в энергоатоме, когда Деркач младший, по-моему, младший ролил энергоатом, замом там был Кулинич, в СБУ он работал точно так же под Деркачом старшим. Я вот точно сейчас боюсь сказать, но это прослеживается просто во многих публикациях даже того времени. Еще это время еще, наверное, Виктора Ющенко даже начиная. Вот тогда он всплыл. Да, где-то 2009-08 год. И вот очень четко прослеживается эта связь. Очень четко. А если вы следите за судьбой этого дела, может быть, следите про дело Кулинча, а знаете ли вы что сейчас с этим делом? Находится ли он под стражей? слава богу, это очень важно. Ему арестовали, он находится в СИЗО все это время без права внесения заставы и, в принципе, досуденность... А физически он находился в Херсоне, да, вот этот вот главный СБУшник оккупированного Крыма? Я вообще не понимаю, зачем нужно СБУ оккупированного Крыма, да? Многие... Он находился... В принципе, мне тяжело судить, а нет, он находился не в Херсоне. Кулинич перенес... Хорошо, какова его роль тогда в оккупации Херсона, может быть? Давай так, он был первым начальником этого СБУ, который где-то в 21-м году перенес офис СБУ из Херсона в Киев. Об этом мало кто знает, но они сделали два офиса в Киеве и в Херсоне. И он чаще находился, я так понимаю, в Киеве. Его роль для меня непонятна, вот честно. Если по Садохину мы хотя бы понимаем по его должности, что он мог, что он там... Это понятно. По Кулиничу тяжело сказать. недавно было интервью на интерфаксе Малюка, этого, я не знаю, его имени, ИО, главы из ГУ. Действующего главы, да. Он не глава, он исполняющий обязанности. И этот Малюк сказал, что в деле Кулинича использовались не просто какие-то агенты, а использовались даже агенты со стороны России. То есть украинская сторона знала все, что Кулинич передает россиянам. То есть там был где-то наш агент работал. И то есть доказательства железные. Но это так говорит он в интервью. Больше этого я не знаю. Потрясающая история. Я предлагаю на этом интересном интригующем моменте сделать паузу и сохранить первую часть нашего интервью, потому что он записывается в трудные времена, когда русские террористы нас бомбят. В любой момент может исчезнуть электричество, и я хочу сохранить эту ценную часть. И мы вернемся к этому разговору и его продолжим. Спасибо огромное, Сергей. Даже я узнала массу нового для себя, чрезвычайно волнующего. А думаю, наши зрители тем более. Спасибо за этот разговор. Сергей Неватенко из Ферсона. Не переключайтесь, как говорится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok